Получается, ты сейчас хочешь сказать, что у тебя квадратура не соответствует той, которую ты ожидал? Ну вот смотри, допустим, 105 квадратных метров. 105 квадратных метров, пусть у меня, если я по той же цене делаю как офисный вариант, 300 рублей, то получается, я за неделю заработаю 30 тысяч. 30 тысяч? Да. А проводишься ты неделю? А провожу себя неделю, я более что скажу, что подход уже будет по приемке уже совершенно другой. И соответственно, мне кажется, я провожусь даже больше недели, потому что есть немножко разные вещи. Вот допустим, одно дело, у вас коридор, стена идет там, допустим, 10 метров. Ну как в офисе, ты зашел, гостиничный номер, у тебя 50 метров, стена в длину пошла. Да, или зашел, зашел, ты сделал, у тебя обычная дверь стоит и откосы, да, там прикрепленные у тебя наличкой, допустим, сделаны. А у тебя только по окну откосы покрасить. Ты малярка обклеил и все. А здесь у тебя там окно, здесь тебе обклеить надо дверь скрытого монтажа, тебе надо, короче, вот эти все эти нюансы. Дверь еще покрасить. Ну, это само собой. Это отдельно. Да, это отдельный элемент. И в итоге, что получается? Сколько это возни? Очень, очень. И то же самое, как мы говорим про корректировку, она все равно будет. Так что ты хочешь сказать? По какой стоимости ты готов работать? По какой стоимости? Я бы, знаешь, подготовил стены под покраску и не красил. Ну, понятно. Но если тебе говорят, покрась стены, пожалуйста, Олег. Ну, мне кажется, логично было бы, давай так рассуждать. Если я здесь зарабатываю, в офисе я мог заработать за неделю 60 тысяч, а здесь я за неделю зарабатываю 30 тысяч, где мне выгоднее заработать? Я думаю, тебе выгоднее в два раза быстрее работать. Ну, тогда логично сказать, что здесь, значит, цена должна быть другая. Ну, конечно. Чтобы как бы принадлежать. Просто у нас же нет такой расценки, да? Мы для бабушки делаем вот столько это стоит, а вот человек, который состоятельный, может себе позволить, у нас другая цена. Нет, у меня что для этого? Шпаклевка стоит, что для этого человека одинаково. Ты скажи, что мотивирует твоей работой? Мотивирует мой заработок. Заработок. То есть, если у меня на неделю он у меня неэффективный, у меня его нету, смысл мне вообще работать. Мне просто отказаться легче. Ты даже если покрасишь, ты на будущее сделаешь вывод, да? Конечно. Слушайте, что-то я в два раза меньше получил, мне надо пересмотреть, почему такое произошло. А сам вывод? А самое хорошее, даже не бояться, стесняться говорить заказчику на этом этапе. Ну вот так вот, ну что вот. Я вот посчитал, я вот в тот объем, допустим, я считал по ценовой категории такой, да, там офисный вариант. Здесь у меня не выгодно, мне не выгодно здесь работать, я не могу ничего, вот как хотите, пожалуйста. Давайте принимайте у меня стены под покраску, как полагается, где что там, я корректирую, делаю, все, на этом как бы. Знаешь, знаешь, в чем проблема, что у нас вот цена за 150 за метр, у нас она, я не знаю, сколько уже по времени, лет 10 точно, наверное, да? То есть, смотри, за 10 лет она вообще не изменилась, мне вот это вот поражает. То есть, и причем, эта цена, она, ну вот, у кого не спрашиваешь по кругу, у многих такая заслой 150. И тогда возьмем так, если 10 лет, хотя бы на 10% каждый год у тебя поднимается покраска, ну, допустим, 150, 10% от 150 на 15 рублей, в следующем году 165, допустим, я тебе говорю. Это получается 100% на, ну, если 150, значит, в итоге сейчас, на данный момент она должна 300 рублей. Ну, логично, логично. Вот, ну, факт то, что почему-то никто не поднимает, почему-то, или может быть уже подняли, может быть. Знаешь, может быть подняли, может быть уже есть, но по факту, что просто мы, как бы, как сказать. Отстали. Да, не столкнулись с этим, потому что... У нас разношерстная работа. Разношерстная работа, и у нас, ну, обычно, что у нас, вот, в основном, квартиры, да, все, которые мы делали, ну, мало элементов покраски. Ну, вот единственное, последнее мы. Ну, последнее, да. Но последнее почему? За счет объемов. Ну, опять, у нас последнее, извини, у нас в основном там все равно по декоративке было все. Да, у нас там... Это разное немножко есть. У нас там за счет декоративки... Мы не говорим о стены под покраску. Мы говорим о... Вернее, там декоративно на основании не красится, а здесь покраска. То есть, это разные вещи. А там у нас в основном короба были, там, такого... Маленького. Маленького формата, да. Вот, потолки были покрашены, то есть, не было такого. Вот и все. То есть, грубо говоря, под гладкую покраску, под такую финишную, которая практически без перепадов, без таких, ну, чтобы гладкая стена осталась, да? То есть, как таковых у нас таких объемов-то и не было в последнее время. То есть, в основном, да, мы декоративки... Ну, декоративки красить, это там... Ну, я же говорю, это совершенно другое. Поэтому мы... Никакой сложности нет. Да, в последнее мы его и прокрасили, то же самое, по декоративке, и все, и за этим забылись. А вот такие стены, как же, говорю, так же, если... Я не говорю про офисный вариант. Понятно, что это там, это все прокатывает и все. А если вот чисто стену под покраску брать, у нас за последнее время, это, я не знаю, на Воле на коттедже только мы делали. И то не делали. Там декоративка была у нас в одной стороне. Эти были у нас, вьюшка, потом по первому... Частично у нас было. У нас одна комната была, там еще комната. У нас были там частично. Но это мы делали под... Это безвоздушку мы уже красили. Ну да, мы красили стены. Ну да, ну то есть, это частично опять. Где-то обои были, где-то... То есть, в таком плане. Поэтому вот, поэтому... Напишите, напишите, по каким ценам вы красите. Интересно знать ваши расценки. Вот, в каком городе и по какой цене. Вот. Или вы отказываетесь от покраски. Ну вот, на данный момент, допустим, сейчас мы как бы сумму обозначили тоже по покраске. Оказывается, тут, ну как бы, тут вообще нет этого объема. А возни тут... У нас вон одна комната получилась, там, грубо говоря, минус обоя, минус одна стена-кладовка. Еще там получается по покраске что-то комната 6 тысяч. Ну, сейчас я тебе скажу. И ты думаешь, туда даже заходить не хочется. Вот одна комната по покраске 6 тысяч выходит. Это если по 150 рублей, то в два слоя. А нюансов тьма. Конечно. Тебя надо... Там откосы обклеить с одной стороны, с другой стороны сделать все. Ну и сам факт, да, сам факт, тебе в два слоя, то есть один день, второй день, вот это. Ну, то есть... И помимо этой еще корректировки, ты первый слой нанес, потом скорректировал, сделал, потом он нанес. Тебе что-то высветилось, что-то ты не увидел. То есть, всегда первый слой, ты корректируешь, смотришь, недочеты. Вот, поэтому, может быть, может быть, есть еще такой момент, как, ну, мы грунт-краской не пользуемся, да? То есть, опять, с какой целью? С экономией деньги заказчику. Заказчику. Это дополнительный слой. Дополнительный слой. Ты говоришь, будем красить? Естественно, заказчик говорит, нет. То есть, может, это не обсуждать, да? Да. То есть, как? Как? Ну, то есть, мы никогда его туда не внедрим. Давай так скажем. Если мы все время будем заказчику спрашивать, а есть ли у тебя деньги для грунт-краски, он скажет, нет, конечно. Ты такой, да? Ну, ладно, тогда дальше будем красить по 150 рублей. Ну, это из рода вон, как часто ты мне напомнил, когда в отношении. Какую вам шпаклевку взять шпаклевать? Да, вот эту беленькую пойдет. Слушай, а вот эта серенькая на 50 рублей дешевле. Да и давай серенькую, если что, закрасим. Да, закрасим. Под обоями видно не будет. Под обоями. Ты какие будешь обои серенькие, тем более. Тем более. Страшно. Да. Вот. Есть вариант. Ну, так у нас и происходит. Да. Поэтому мы немного так расстроены с покраской, но мы просто не из-за того, что расстроены, а просто почему такие цены. Может, мы отстали уже от цен, может быть. Может быть такое? Да, возможно. Может быть сейчас. Если мы 10 лет уже, как бы, я даже их не корректировал. Ну, потому что, я говорю, у нас понакатано шло. И от одного объекта к другому, его прям автопилотом скидываешь свой прайс-лист, и все. И там, грубо говоря, обновлений никаких там такого не было. И я же говорю, с покраской мы мало связаны в отношении всего. Поэтому надо сейчас тут на этом объекте что-то корректировать. Да и вообще надо. Вот с покраской надо что-то решать. Я считаю, вот моя точка зрения, что покраска это как декоративное покрытие должно расцениваться. Даже я больше того скажу, декоративное покрытие надо легче наносить, чем покраску. Еще больше скажу, потому что декоративное покрытие еще скрывает недостатки какие-то, что-то ты можешь там сделать. Покраски, извини. Покраски ты ничего не скроешь. Это тебе все видно будет. То есть, фактически, получается, покраска это даже сложнее декоративного покрытия. То есть, но хотя бы по той же стоимости. То есть, там сколько идет, допустим, в два слоя рубль, полтора, если там еще, да. Вот, у нас 300 рублей. 300 рублей два слоя. Вот так вот. Так что, есть над чем задуматься всем. Да. Пишите комментарии. Я думаю, 600 надо справедливо ставить. 600 это справедливая цена за покраску, это минимум. У нас обои. Ну, два слоя. Нет, мне другое интересно. У нас обои подскочили. Почему у нас краска не подскочила? Да, то есть, обои, допустим, метровые берем, клеим там 500-600 рублей за квадратный метр. А у нас тоже было 200-300, Олег, что? Да, 200-200. И главное, у нас в то же время, когда покраска была 150, и обои было 200-300. Я же тебе объясняю, потому что уже ушло это. Обои, главное, скаканули. С покраской ничего не произошло. Короче, это мы. Это мы лузеры. Будем повышать. Да.